Подведены предварительные итоги российского инвестиционного форума. Делегация Чувашии за два дня работы наладила немало взаимовыгодных контактов. Развивать партнерские связи с республикой намерены в образовательном центре «Сириус», ассоциации кластеров и технопарков, а также рыбаков в фонде. Все подробности из Олимпийской столицы у Дмитрия Ковалева. Биржа деловых контактов. Только на этой площадке за два дня прошли сотни рабочих встреч. Уже подсчитано, что участники форума подписали соглашение на 800 миллиардов рублей. Важнейшим проектом для экономики республики должен стать новый завод по выпуску пероксида водорода. В этом веществе нуждаются фармацевтика и косметология. Спрос высокий, отмечают инвесторы. Изначально из природного газа мы получаем водород, из водорода уже делаем перекись. Это жидкий продукт, который можно возить теперь в цистернах, перевозить на более далекие расстояния. Поэтому это повышение экспортного потенциала как в целом страны, так и нашего региона Чувашии. Правительстве региона окажут поддержку инвесторам. Предприятию могут предоставить налоговые льготы. На реализацию проекта направят более 5 миллиардов рублей. В итоге намерены создать 200 рабочих мест. Это отразится на экономике Новочбоксарска, отметил глава республики. Я благодарен собственнику, открытому акционеру Сахимпро, Виктору Феликсовичу Иксельбергу. Он же строит с нашей помощью, субсидируем процентных ставок, тепличный комбинат. В перспективе 20 тысяч тонн овощей дополнительно появляется. Начинающих бизнесменов намерены поддержать в Рыбаков фонде. Подписанный документ о взаимодействии с регионом – очередной шаг в реализации новых проектов. Все эти мероприятия, которые заложены на бумаге, они должны реально отразиться на социальном самочувствии жителей Чувашьей республики. На социальном самочувствии предпринимательского сообщества. Екатерина Рыбакова отметила, что в фонде разработали образовательные программы, участниками которых станут и предприниматели Чувашьи. Развивать партнерские связи с республикой, намеренные в ассоциации кластеров и технопарков. Поговорили и закрепили. Да, это вас значит. Одна из задач ассоциации – продвижение продукции предприятий за рубеж. На поддержку протентуют заводы, входящие в состав электрокластера Чуваши. Систематизация и четкое понимание структуры промышленного производства в регионе дает возможность анализа, а значит выявления так называемых инвестиционных ниш. То есть те объемы и те инвестиционные проекты, в которых нуждается бизнес. Итоги рабочего визита делегации республики в Сочи подвели сегодня в Доме правительства. В деловой программе российского инвестиционного форума десятки деловых мероприятий. Кроме того, в рамках форума был дан старт конкурсу по проектам цифровых решений для регионов. Уже Минфорум политики совместно с заинтересованными органами исполнительной власти уже проведена работа. Подготовлено три кейса. На полях форума подвели и итоги Всероссийского конкурса социальных проектов. Победителем в одной из номинаций стала студентка Чувашского института культуры и искусств. По направлению по инклюзивное образование стала победительницей с проектом аудиоспектакля по Чувашским народным сказкам и легендам для незрячих детей. Свой проект Ирина Святского представит и потенциальным инвесторам. Студентка примет участие в работе Санкт-Петербургского экономического форума. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Борис Андреев. Республика.